Добрый день дорогие садоводы и огородники с вами Светлана обо всем сегодня мы с вами будем делать очередную подкормку нашим томатикам сегодня 25 мая вот меня смотрите вот такие уже маленькие помидорки есть это юг Украины Херсон и так сама вижу и здесь помидорки уже надо срочно подвязывать сейчас хочу подкормить третий раз сейчас будем делать удобрение золы чтобы сделать удобрение золы нам надо 10 литров воды и 2 литровые банки золы высыпаем в эту нашу воду и помешиваем одну банку и вторую аж кипит вот это вот будет у нас маточный раствор этой золы зола должна быть обязательно стоять хранится на сухом месте потому что если она мочит дождь и она просто намочится то она уже не будет будет непригодна для того чтобы с нее сделать удобрение помешиваем и мы должны поставить его где-то на сутки так прошли сутки смотрите воде вода уже тянула себя все микроэлементы это калий фосфор кальций вот она такая полностью уже беловатенькая такая завязывая поможет завязывание плодов то есть мало что бутончики будет но они еще будут хорошо все завязываться помидорки и не только помидорки и перчик и клубничку можно поливать и кустики деревья особенно виноград очень хорошо залой поливать водить много плавает красных угольков это не страшно литровую крошку берем вот на 10 литров воды и помешаем вот поливаем вот таким растворчиком наши растишки опять же беру эту свою литровую крошку и поливаю вот так под корешок все растения когда мы поливаем виноград золой вот таких вот ведер надо 3-4 ведра под один куст виноград нуждается очень в калий особенно когда наливаются ягодки наши виноградные поэтому вот такая вот состав 3-4 ведра под один кустик до этого мы свои помидорки поливали я проливала перед самой посадкой нашатырным спиртом с водой это 40 миллилитров на 10 литров воды этим мы прогнали здесь медведку слизней ни один помидорчик не погрызла медведка как посадила так они стоят плюс еще я поливала второй подкормкой вот дрожжевой подкормкой помогла нам нарастить корни и помогла помогла нарастить листья вот стволики то оно пошло в рост растения теперь мы можем делать разнообразить можно поливать просто чистой золой а можно опять золу смешать с дрожжами у нас получится опять дрожжевая подкормка с золой мы сюда льем стакан этой дрожжевой подкормки вот стакан и получается мы один раз поливали дрожжи с гуматом а второй раз будет поливать дрожжи с золой улучшить структуру почвы и земля будет не истощена вот это будет очень хороший раствор это дрожжами поливать только первую половину лета потому что это дает дрожжи очень хороший рост до первой половины лет нам надо рост а во второй половине лета уже должна созревать такие как виноградик такие кустики черные смородины крыжовник поэтому дрожжами поливаем только половину и теплую погодку. Ну вот, сделали супер раствор, дрожжи золой и будем поливать наши томатики. Прежде чем поливать, надо обязательно хорошо пролить землю, я полила везде мокро. Вот берем этот раствор, конечно обязательно помешивая, получается дрожжи золой и подливаем под каждой кусть. Это супер удобрение, потому что дрожжи такие эффективные, что растение начинает так сильно расти и работать, что из земли высасывает, забирает много калия и кальция. А поэтому мы добавили сюда золы, чтобы зола обогатила почву и плюс растения питались все более питательными микроэлементами. Теперь все наши растения политы, можно поливать теперь только еще через две неделики, но можно через 10 дней. Можно чистой золой, можно чистым губатом, можно опять смешать с дрожжевой подкормкой. Это будет прекрасное удобрение для наших растений. Ну все, всем пока-пока, кому понравилось моё видео ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!